Уважаемые фанаты, здравствуйте! Даю интервью для участников группы ВКонтакте Миксвайда М1 без правил Бои без правил Хотел бы передать всем привет Спасибо за то, что присылаете сообщение в поддержке Очень не ожидал, после последнего боединка особенного Итак, начнем с вами вопросы Чем занимаетесь в свободное время в тренировках? Может, есть у вас хобби Но самолетики и марки я не коллекционирую Пазлы не собираю Люблю проводить время с семьей В кинотеатрах ходить, гулять по парку, по лесу Стараюсь отдых проводить, как говорится, неактивный Так как у меня основной вид жизнедеятельности Моя – это активный образ жизни Так что вот так вот отдыхаем Второй вопрос Употребляете какое-либо спортивное питание, протеины, гейнеры и так далее? Да, употребляю гейнеры, протеины, аминокислоты, БЦА, глютамин То есть все зависит от этапа подготовки То есть это питание, оно необходимо для быстрого становления при больших нагрузках При больших объемах нагрузок То есть проблема в спорте, она… Это же восстановить… Чтобы восстановить быстрее организм А не больше нагрузиться Так что да, употребляем Так, третий вопрос Как вы считаете, ваша деятельность в подготовке Федора Емельяненко Спарринги и прочие принесла больше пользы или бреда Федору? Вопрос какой-то, мне кажется, провокационный Но я отвечу на него Ну, во-первых, не нам оценивать Принесла больше или меньше бреда или пользы То есть мы выкладывали все в спаррингах В подготовке друг с другом И Федор, я, ребята из команд То есть Получилось то, что получилось Не нам оценивать это Четвертый вопрос Как вам боец Джон Джонс? В чем, как боец, вы видите его слабые места Ну, я за ним не наблюдал, как за противником То есть не изучал его, как бойца Ну, он хороший боец, молодой С такой, с техникой Созвоеобразной То есть, ну, посмотрим, что дальше будет У него очень много впереди хороших соперников То есть, если он отличный боец Все будет хорошо у него Кого из молодых бойцов в России Вы считаете наиболее перспективными? Ну, молодых ребят очень много По всей России То есть Назвать какие-то фамилии отдельно Я не берусь Потому что, как бы, даже Очень много ребят приезжает на сборы Показывает, что они умеют То есть, молодые Фамилии я не возьму сказать Следующий вопрос Как относятся родные к вашему занятию ММА? Ну, Саня, родные поддерживают меня теперь Раньше, когда я сделал шаг От офицерской карьеры В сторону ММА Очень относились так, что Ну, плохо так сказать Зачем тебе это надо Вы говорили То есть, ну, когда я переубедил Показал, что это не просто там драка Что это спорт Что в нем можно достичь Высоких высот И нужно так достигать их И они мне в этом помогают Всячески поддерживают Спрашивают, болеют То есть Ну, они отлично Сейчас нормально относятся Следующий вопрос Не думали сбросить вес И перейти в полутяжелый вес Габариты позволяет Но этот вопрос мне уже задавали не раз Я думал об этом Ну, я разговариваю о специалистах Со специалистами Когда мы были на сборах в Голландии Мы меня посмотрели Проверили Тесты определенные Ну, сказали, что Лучше мне вес набрать И живого веса Лучше это будет там 3-4 килограмма живого веса рабочего Чем мне скидывать То есть Я буду себя очень плохо чувствовать У 93 килограмма Именно функционально Так что У меня есть все Чтобы мне набирать надо вес Так Следующий вопрос Не думали бы я о переходе В другие топ-организации Как TFC, Strikeforce, Bilator Ну, конечно, она мечта есть Какая-то определенная Выступить В Америке Не как я последний раз Первый и последний раз Выступил В плане то, что Один раз у меня был дебют В Штатах И я выступил Мягко говоря С отрицательным результатом Хотелось бы, конечно, попробовать Конечно, в этих организациях С другими спортсменами Подготовиться Да, это хорошее Хорошее Велание Только это вопросы Не ко мне Можно сказать Качаетесь ли вы на тренировках? Если да То какими упражнениями Качаетесь? Используете ли особые упражнения Для развития резкости удара? Ну, на тренировках Именно когда проходят интенсивные сборы Подготовки непосредственно К бою Железо С тяжелой веса Они уходят на Задний план То есть это больше Упражнения на резкость Выносливость Это канаты Кувалды Выброс Штанги То есть на резкость Ну, как бы На силовую выносливость Можно сказать Больше Или скоростную выносливость Большие упражнения Качаюсь между Стараюсь качаться Между сборами Когда есть время Так сказать Межсезонье Ну, вот Стараюсь качаться С тяжелыми весами Вот И То есть Не всегда получается То есть Получилось то, что Тренировался Три недели Я качался Готовился к другому шоу Забегу вперед Отвечу на вопрос Про бой С Кеннигаром Вот Я Три недели Посветил железу И получилось Что мне позвонили Например В четверг позвонили И в субботу Я уже летел А в четверг Я делал С тяжелыми Сами Станова Тягу Приседания Джим То есть Классику Порлифтерскую Ну, вот Вот так вот Стараюсь Перед боями Делать Кроссфит Так называемые Производные упражнения От кроссфита Подводящие Базовые упражнения Которые нам нужны Поедин Ну, думаю Что ваш вопрос Я ответил Следующий Следующий Вопрос Хотели бы вы реванша С Гураном Гонишвили Ну, реванш Как сложно сказать Просто бы Хотел бы опять С ним Попробовать Выступить Принги То есть Я С того момента Я за этот год Считаю Что я Вырос И Хотелось бы Попробовать Конечно Ну, никакого реванша А вот Это очередной бой Следующий вопрос В России Есть ли достойные Альтернативы Спортивным лагерам Как в Таиланде Бразилии И Голландии Ну, я бы не сказал Что, например В Голландии Есть какие-то лагеря Там есть Каждый И в Бразилии Но это мое личное мнение То есть Никакой информации Я считаю Что Вот в Таиланде Да, есть Лагеря Куда приезжают Бойцы Там со всего мира И Тренируются В закрытых лагерях С министром информации А вот В Бразилии Голландии И США Там, например Есть команды И То есть Договариваются С тренерами С бойцами Если есть желание Они там Приходят друг к другу Тренируются Я так понимаю Вот И Ну, в России Наверное Как бы Вот Ну, я могу сказать Что у нас Такая команда Потому что У нас Если аналогию Проводить У нас тоже Приезжают Со всей России Ребята То есть Есть основные Бойцы Которые Тренируются Там Определенную Сессию Там Две-три Недели Перед боем Кто-то готовится К кого-то Другой этап Подготовки Ну Сложно сказать Ну Скорее Нет Чем Да Потому что Это Единицы Клуба Там Которые Выступают Ребята Выступают На высшем уровне Хотелось бы Чтобы Больше Было Таких Клубов И Уверей Следующий вопрос Планируете ли вы С Федором Или отдельно Выехать на сборы В США Да У меня Есть огромное Желание Съездить В Америку Потренироваться Просто Посмотреть Ихнюю школу Посмотреть Как они тренируются Почувствовать Это на себе То есть Да Я планирую Но То есть Не все От нас Зависит В этом Мире Как говорится И Как говорится Жизнь покажет Следующий вопрос Как вы Расслабляетесь После тренировок Позволяете ли себе Алкоголь Ну после тренировок Непосредственно На сборах Я Стараюсь Вот мы с ребятами Старом Осколье Стараемся Сходить В кино Погулять Сходить Ну и Отплечься То есть От зала Тренировок Больше Психологическая Такая Разгрузка Чтобы прошла И вот Позволяете ли вы Себе алкоголь Ну как Вопрос Немного Но Красного вина Или белого Я Сухого Можно себе Позволить Бокал То есть Это Не хуже А как бы Расслабляет И ничего здесь Такого Нету Следующий вопрос Максим Как вы можете Прокомментировать Своё недавнее поражение В бою С Кенни Гарнером Ну я уже отвечал На этот Как бы вопрос Выше Ну Поражение Такое поражение Для меня это поражение Многие писали Что Достойно выступил Ну Я теперь Это сделал Определённые выводы Это определённый опыт Для меня Больше опыт Как Что Ехать в Штаты Подобрать Время Климатизации Ну Соответственно И готовиться Надо было Хотя Не знаю Три недели Две-три недели Подготовиться К этому поедину То есть Но опять же Это форс-мажорное обстоятельство Выступили Так как выступили Показался Пока Старался показать Отличный бой На что Особенно В то время На выходе Получил то Что есть Следующий вопрос Крайний Максим Наверное Не раз У вас было Такое Что просто Не хочется Идти на тренировку Тренироваться Как мотивировали Да Особенно Когда Очень сильно Физически Грузишься Когда Уже На пик Выводят Функциональные Тренера То есть Больше Уже Как бы Психология Хочется Как говорится Схалявить Не тренироваться Но Мотивируешь Себя То есть Надо идти Начинаешь Тихоньку Разминку Уже И уже Втягиваешься С разминки Как бы Разогреты И вперед Ну Я не знаю Как бы Дисциплина Она должна быть И тренироваться Должны понимать Что Если вам не надо Тренироваться Не тренируйтесь Сначала Задайте вопрос Зачем вы тренируетесь Если достичь Каких-то успехов В спорте Это отлично Ну Всегда Вот эти Вот моменты В жизни Когда Нужно Переступить Через Вот этот Вот лень Она Это решающие Факторы В формировании Вашего характера И в формировании Вас Как личности Как спортсмена В дальнейшем Это будет На выходе Вы будете получать Результат Не только В спорте Там Каких-то Жизненных ситуаций То есть Заставляйте себя Мотивируйте себя Всегда Это был крайний вопрос Ребят Спасибо большое Хотелось бы Передать привет Огромное Спасибо за слова Поддержки Вконтакте Много Очень Ребят Переписало Поддержки Слов Очень было Приятно Услышать Это Огромный Воспект Занимайтесь Спортом Все будет Отлично До свидания Продолжение следует